Молодое поколение, если и слышали про Сардарапазское сражение, то наверняка не слышали об Ашапаранской битве, которая сыграла не менее важную роль, чем Сардарапазское сражение в общем отражении нападения турецкой армии на Кавказском фронте. Во время Сардарапазского сражения, турецкое командование решило отправить 9-ю дивизию в Башапаран, пытаясь атаковать Ереван с севера и выйти в районе Сардарапата, в тыл армянских войск, перешедших в контратаку в этой области. С целью предотвращения турецкого плана армянское командование перебросило силы во главе с Дро из Сардарапазской битвы в Башапаран. Мавсес Силиков, он же Мавсес Силикян, командующий армянским войском в окрестностях Сардарапата, решил, что лучше всего в этой ситуации было бы послать маленький, но надежный отряд в тысяче отборных стрелков под командованием опытного партизанского лидера Дро. Эта группа, вооруженная множеством пулеметов и четырьмя полевыми пушками, заняла позицию в ущелье Башапарана, закрыв главную дорогу в 50 километрах к югу от Амамлы. 23 мая развязалась битва между 3-м полком 11-й Кавказской дивизии, наступающим из Амамлы и группой Дро. Отряд по командованию Дро умело заняли оборону и в течение двух дней держался против превосходящего по силе противника без потерь. Силиков послал ему на помощь 2-й кавалерийский полк, и 25 мая Дро контратаковал. Сражение продолжилось и 26 мая, и 28 мая, при этом, Силиков послал на помощь Дро дополнительные силы пехоты. 29 мая армяне выбили турецкий полк к северу от Башапарана, сохранив под контролем важное ущелье. В этом бою погиб один из известных федоинов, член партии Дашнаксутюн, начальник конного отряда, по прозвищу «Земляк». Армянским регулярным войскам, которые являлись в то время добровольческим армянским корпусом русской императорской армии во время Первой мировой войны, большую поддержку оказали как армянские, так и изидские ополченцы во главе с Джахангиром Агой. В ходе сражений турецкие захватчики были окончательно разгромлены и вытеснены к западу от Башапарана. Башапаранское сражение наряду с Сардарападским и Каракилийским сражением сыграли важную роль в деле предотвращения вторжения турецких войск в Ереван и Араратскую долину. Столкнувшись с сильным сопротивлением у Караклиса, Сардарапада и Башапарана, турки вынуждены были прекратить свое продвижение вглубь Восточной Армении. Командующий турецкими войсками на Кавказе, Вихиб Паша, впоследствии во время переговоров в Батуми, признавал, что караклийское сражение было исключительным в истории происходившей войны. Армяне доказали, что они могут быть лучшими воинами мира. Продолжение следует...